привет всем танкистам всем любителям игры world of tanks и сегодня как я и обещал мы поговорим замечательной пт уже 100 оставший знаменитой в этой игре это пт сау 8 уровня рхм борщик ватор ваффентрагер извиняюсь с этим немецкими названиями очень тяжело чем же знаменит наш борщик так его прозвали любовные игроки ну и давайте посмотрим гараже меня его уже нету я его продал но обязательно куплю для меня это самая любимая машинка в игре причем полюбил ее с первого же боя и так прошлый обзор мы делали по ваффл ваффентраген а в пз4 9 левел и сегодня как я обещал поговорим о восьмом и так бегло пробежим по ангару и сразу бой и так прочность у нас 1100 что довольно таки неплохо для пт сау 8 уровня скажем у ису меньше на 50 прочность кажется потом масса у нас 20 тонн всего мощность двигателя слабоватенько конечно 180 но в принципе скорость довольно неплохая поворот на месте довольно таки ребят хорош как вы видите 34 градуса хорош закрутить будет тяжело скорость максимально 35 под горку идет очень тяжело ну скажем что машинка чуть медленнее девятого уровня чем машина на девятом уровне обзор у нас замечательный для восьмого уровня 400 с просветленная оптика это просто бомба поставите трубу вообще замечательно что хотелось бы еще сказать гараже это то что эта машина самая незаметная которая может быть на восьмом уровне возможны во всей игре у меня были случаи когда машины проезжали чуть ли не касаясь меня и просто меня не могли засветить это просто чудо я выложу один из боев там довольно прикольно видно маскировку нашего борща не знаем пожалуй может следующем обзоре сегодня мы посмотрим в основном на качество нашего борщика с его топ пушкой и с пред топовой пушкой как я уже говорил в обзоре 9 уровня у борщика довольно таки все успешно стоковом варианте причем могу заметить что большая часть игроков ездят на нем постоянно со стоковой пушкой чем же это скажем так почему игроки любят больше стокового нежели топовый давайте посмотрим стоковая пушка у нас имеет 5 5 скорострельность но с досылателем сведением дпм увеличится боевое братство еще больше увеличить шоколадка и еще больше увеличить то есть мы можем разогнать скорострельность где-то до 6 с копейками и так бронепробитие 246 за глаза хватает ну а если кому не хватает 311 голдой обязательно пробьете также фугас 65 миллиметров борта и в корму можно очень даже неплохо накидывать урон 630 довольно таки прилично разброс 035 что говорит о том что пушка довольно таки точно время сведения 2 и 3 для восьмого уровня довольно таки приемлемо и сосчитать что у тяжей там 34 у кого может и больше то у вас довольно таки солидная пушечка с таким дпм с таким сведением вы можете разобрать ближнем бою даже и со третьего который очень грозный соперник на восьмом уровне для всех танков но сколько я с ним не встречался то разбирал его перестрелки очень быстро потому как дпм и урон минуту у вас намного больше чем у сад 3 а если вы еще притерли с ним боком то поджечься или купить его заднюю часть башни чтобы взорвать бою кладку то возможно вы закончите бой довольно таки быстро потому как из и 3 очень часто взрывается вот подрыва бою кладки также и как я рассказывал сорок четверка также лупите в заднюю часть башни и лопается командный пузырь ну и давайте посмотрим что же у нас топ пушка топ пушка у нас так сказать от е100 ее обрубок укороченный вариант скорострельно здесь три выстрела в минуту но с досылателем и так далее там чуть будет быстрей бронепробитие 215 для восьмого уровня довольно таки печально потому как в бою девятого десятого уровня вы очень часто будете не пробивать хотя борта и корма для этой пушки являются картонными и пробить очень даже легко патроны голдовые у нас здесь идет коммунитивы то есть раньше это было амбар то есть пробивать можно было все а бронепробитие 334 можно было и в лобечник прошить практически любую башню там но скажем нерфом коммунитивы то коммунитивы и сейчас имеют довольно таки плохую репутацию так как попали бы в гуслю или попали вы в борт танка имеющие скажем какие-то экраны то коммунитивов гасится от ну а по гуслю часто еще и и избивают и урона никакого не дают также и когда вы попадаете скажем в экраны танка такие как у и са 3 са 7 то очень часто также гасится снаряд и урона никакого не наносит но пушка если честно для для фана того чтобы покататься увидеть на что может эта пушка то я вам советую погонять потому как когда у меня хорошее настроение я ставлю именно эту пушку и на ней можно очень даже неплохо дпм вернее дпм наносить дамаг противникам и поднимать свой кпд у меня были довольно таки неплохие бои что мы посмотрим сегодня в нашем обзоре я надеюсь найдут реплей который я хочу именно с этой пушкой и вы посмотрите оцените какую вам лучше пушку ставить принципе можно привыкнуть и к этой пушке и привыкнуть к этой пушке обе пушки замечательные но по дпм конечно лучше вот это по альфа лучше вот это что вам выбирать уже смотрите сами сразу скажу если в городских условиях то лучше конечно вот эта пушка топовая так как вы выезжаете за угла влупили сразу на 750 или на 900 хп урон и закатились назад с этой же пушкой как закатываться выкатываться вас намного не хватит скажем если танки 10 уровня то вы им буквально на два выстрела 23 выстрела и у вас отправят в амгард а если умные противники будет скажем с фугасом то может забрать вас из одного выстрела поэтому если в городских условиях вы часто воюете то лучше конечно топовая пушка но еще раз напоминаю что излюбленная пушка большей части игроков это именно от маус гана так называемого маус гана на самом деле это другая пушка но она похожа своими показателями но превосходит сам маус ган что еще здесь интересно давайте посмотрим дальней связи на замечательно 700 метров двигло мы уже смотрели 207 мощность 15 процентов вероятности пожара на самом деле пожары бывают ребят но если вы будете постоянно ездить передом к врагу то есть старайтесь нос танка прятать или за холмики или выезжайте на противника боком что интересно вот именно уборщика маленький гуслик и он сам маленький и когда попадают снаряды от даже десятых лево то его гусли очень часто съедают урон то есть вас даже не пробивают хотя вы все картонные вас броня просто ее просто нет даже можем посмотреть броня она самая толстая 20 миллиметров это смешно и 10 борта и 8 корма поэтому ездить лучше на этом танке боком противнику или уже задом а в случае надобности вы давите на гашетку и как я уже в обзоре девятого уровня рассказывал просто удираете от противника если вам это необходимо ну и здесь я думаю что мы уже все посмотрели принципе нечего говорить машина картонная единственный плюс это довольно таки неплохая подвижность до забыл сказать что самое главное в этой пт это ее башня который вращается на 360 градусов скорость вращения конечно маленькая но с до воротом корпуса у вас проблем не будет еще что хочу сказать что пушка склоняется вертикально очень плохо то есть поднимается она еще более-менее опускается вниз как сзади так и спереди очень-таки печально поэтому если вы будете где-то на холмиках вам часто придется перелазить через эти холмики тем самым подставляться противнику поэтому лучше выезжайте боком когда вы ездите боком пушка более менее опускается вниз ну и так перейдем в бой а мы посмотрим уже на что способен этот танк и поговорим в дальнейшем от других замечательных возможностей езды на этой пт сал и так ребята вот первый бой первый бой у нас будет со стоковой пушкой вы можете лицезреть вот так выглядит наш борщик за рулем которого и поехали как вы видите мы здесь в топе процент на победу у нас 45 ну и посмотрим на наше орудие не помню точно слили мы этот бой или нет но сейчас посмотрим на что способен нас наш борщ вот занимаю стандартное место для потешки в кустиках здесь хороший обзор как справа фланг видим противником таки левый фланг пока присматриваемся смотрим кто будет совершать ошибки как вы видите уборщика очень маленький силуэт попасть него очень тяжело он как елка и это большой плюс для него так как это еще плюс к его незаметности и вот подожгли мы первый танчик как вы видите и 6 горит и сняли мы с него сколько тысячу семьдесят восемь хп с одного выстрела считаете довольно таки неплохой результат смотрим дальше вот сорок четверка едет 432 также неплохо но надо уже отсюда вам понемножку сваливать так как попадем за свет вот едет из 6 догребает ждем его надо добивать промазаны печаль орудие сводится очень быстро не успели добрать идет пятьдесят девятка отгребает на 435 и тут идет раш подорвали быка добиваем врагов которые прорвались на базу отхватили уже два выстрела от вк 3601 аж и вот пятьдесят девятка все-таки достала нас достали ее зря она идет в размин с нами и отгребает и уезжает в ангар три фрага больше 4000 уже урона это довольно таки замечательно как вы понимаете для кпд это вообще отлично так как мы превысили свое хп уже три раза это замечательно противников осталось довольно таки много три тяжа хп они почти фуловые 44 и из 6 у нас шотные ну и как вы видите нас осталось трое в принципе шансов тут мало но продавать свою жизнь надо дорого ждем еще выход противников вот амх я его не заметил и отгребаю ну вот как вы видите пушка очень быстро сводится перезарядка у нее замечательная нанесли уроном и 4140 не знаю сколько по нашим засветам еще бой печальный конечно но главное чтобы вы поняли насколько хороша это пушка возвращаемся в ангар и и и что мы с вами можем здесь еще посмотреть так пожалуй какой возьмем бой с вами давайте хотелось бы вам показать все прелести вот давайте вот этот возьмем это у нас то пушка здесь и скачаем этот реплей для того чтобы его посмотреть запускаем я еще раз говорю что то пушка для меня это фановое вообще орудие я люблю погонять с ним понаносить урон противнику ну как вы понимаете уборщика 1100 хп для того чтобы пошел плюс уже для вашего кпд нужно хотя бы превысить свое хп то есть все что любой урон который вы нанесли больше числа своего хп уже идет вам в кпд как мы вы видите мы внизу списка то есть мы не в топе а ближе копе шанс на победу 52 но оленемеры так часто врут что на это нам верить не приходится хотя бой на здесь я не ошибаюсь победный мы посмотрим посмотрим как вы видите то пушка у нас стоит чуть-чуть я ускорю режим чтобы переехать на нашу точку начинаем смотреть я занимаю стандартное свое излюбленное место здесь на склоне почему именно это место потому что здесь можно быстро скрыться за холмик от врага ну и обзор идет у нас по круговой довольно таки хорошо просматривается вся территория так как обзор у нас замечательный у меня стоит процветленка максимальный обзор практически ну и ждем клиентов первый клиент 796 хп мы сняли с выстрела еще один такой выстрел и мы отбили свое хп даже если мы проигрываем то мы уже будем в плюсе и вот еще один в к получает на 645 и из 3 на 1000 13 отгребают забираем и сам здесь пытаюсь поясу выцелить ставлю на гуслю и добивают уже мои союзники ждем дальше как вы видите мы проигрываем уже 78 совсем печаль хотя не совсем печально очень не люблю когда начинает сливаться команда причем по глупому но смотрим дальше ждем ошибок от противника чтобы они вышли за свет здесь я решил переехать потому как по мини карте увидел что нас обходит со стороны базы и стараюсь вернуться на базу помочь там ребятам вот засветила 44 излюбленный соперник мой а мх сотку добивают я смотрю здесь пытаюсь обойти как-то 44 но холмики очень мешают так как орудия плохо склоняются вот появляется 44 и и отправляем ее в гараж это у нас уже второй фраг больше 3000 хп мы уже сняли и ждем нам надо сбить захват никто из союзников почему-то не хочет помогать все стоят уже два захватчика на базе и я здесь один ис уходит в гараж остается мх 50 100 просто народе сотка пытаемся ее забрать вот она делает по нам выстрел и забираем на базе остается еще один противник подключается наш из 3 решаем вместе с ним добить последнего противника 44 682 хп у нее надо ее добирать очень шустрая оказалась и мы ее забираем вот из 3 еще у нас пока перезарядка пытаемся его забрать но его забирает артиллерия остается одна арта лора я тут попросил ребят что поставили но как часто это бывает нам отказали принципе на этом заканчивается весь бой думаю вам эта пушечка также понравилась какие стоковая как я еще раз говорил эта пушка очень хороша тем что если вы подключаетесь бою где-то во второй половине вообще всего боя и противники правило уже располовинены по практически каждый противник является для вас шутным шутным это значит что с одного выстрела вы можете его разобрать так это я открыл не тот реплей вот реплей который мы смотрели с вами заработали мы здесь не так много 48000 опыта 1780 заработали тонкий снайпер командный результат давайте посмотрим с вами 5 фраков 3595 вот где-то так ну и вернемся давайте на наш сайт еще раз хочу поблагодарить всех подписчиков все кто смотрит сейчас у меня их пока мало так что ребят если понравилось видео подключайтесь давайте свои советы будем развивать вместе канал присылайте свои реплеи если есть интересное что-то и я выложу их на своих каналах надеюсь следующий обзор мы с вами посмотрим уже эмиля это пт сау седьмой уровень одна также из моих любимых хотя поначалу было очень тяжело к ней привыкнуть так как очень медленно но мы с вами посмотрим там также есть замечательное орудие из-за которого стоит брать эту пт сау ну и до новых встреч до нового обзора всем пока пока